Привет всем! Погода у нас сегодня шепчет. Дождичек. Видите, какой дождичек. Мы вон там были, но там пришли убираться. Там полы моют на улице все время, так что я не знаю. Сейчас пойду домой на работу. С этим погулять немножко, конечно. В дождик не буду. Я зонт не взяла. Думала, что не будет дождя. Из дома-то выезжала. Буквально 10 минут назад не было никакого дождя. Сейчас дождик. Ладно, пошла я работу работать. Хотя какая работа, блин, с такой погодой. Никакой работы. Бизнес мой не процветает на этой неделе. Бизнес мой не любит дождь. Куда я ключи-то делала? Господи, куда-то в руках держала. Заточки взяла. Ну как же без очков-то? Без очков никак нельзя. Вдруг солнышко выйдет. А я неприготовленная. Какой-то волосок прилип. Не поймешь погоду какая. То ли дождь, то ли солнце выходит. Вроде бы уже сейчас нет дождя. Нас муж оставил около магазина, вышел, чтобы мы там прошлись немножко, прогулялись. Очки никак не кладутся. Вот и мы домой идем. Вот это у нас школа. Детки учатся. Здесь школы идут с трех лет. Здесь постарше, которые ребятишки. А там вот рядом школа есть. Там прям для, ну типа садик, наверное, с трех до шести, наверное, там типа садика нашего. Потому что какая школа с трех лет. Они там играют, рисуют. Бегают, прыгают. И потом домой идут. И мы домой идем. Сегодня пораньше закрылась. Потому что погода нерабочая. А потом хочу в алькампус ходить. А зачем? Вы в этом увидите. Через несколько минут. Вот видите, какая школа. Я сюда пару раз ходила голосовать. Но не я. Я не умею право голосовать. Потому что я не гражданка Испании. Мой муж ходил. Вот у них площадка такая. Играются детки. Конечно, сейчас, я не знаю, там сыра, наверное, играться-то. Вышла на улицу сначала. Время еще рано. Сейчас пойду в Лидл. Зайду за хлебом. У меня хлеб закончился. Еще что-нибудь посмотрю. Ветер вообще невозможный. Прям ужас какой-то. И потом пойду в алькампу. Хочу цветок себе лиственный. Не знаю, какой. Посмотрю. Выберу. Не знаю. Мне загорелось. В угол поставить цветок. Может, и помрет. Ну, а вдруг нет. Сыкова знает. Сейчас все спят. Народу никого нет на улице. Самое время ходить по магазинам. Я с рюкзаком своим. Сейчас туда хлеб положу. Еще там привезли одно одеяло. Такое назад, чтобы Чарли где-то для собак. Ну, типа, не знаю. Тут не показано. Ух ты. А тут тоже цветы какие-то есть. Ну, надо же. Интересно. Вот у меня такая пальма. Только она нифига не растет, которую я вам говорила. И почем же они цветы эти? Это чудо цветок. Интересно. Интересно. Это вот пальма. Интересно. Очень интересно. Видали цветы. Сейчас я буду смотреть. Вот какой-нибудь... Типа вот такого фикуса. Да, фикус? Фикус. Голден кинг. Кинг. Желтый. Лев. Я сейчас пойду схожу в этот еще. Валькампу. Посмотрю, что там за цветы. Вот это что за цветок такой? Чухлера какая-то. Арборикола. Много всяких. Тут такие. А почему же они есть-то, а? Где ценник? Так. Русалис. Вальтут. Вальтут. Что-то не пойму я, почему они. Где ценник? Не знаю. А где ценник? Вот тут, может. Хотя нет. Ладно. Пойду за хлебом. Я только вчера мечтала об арбузах. Смотрите, недорогой. Евро 39. Всего прикол. Я, наверное, сейчас возьму себе пол арбузика попробовать. Я только вчера лежала и мечтала, как я хочу арбуз. Значит, я сначала пойду валькампу схожу, потом уже сюда. За арбузиком точно. Валькампу не оказалось фикуса вообще никаких. Там очень мало цветов. Что-то вообще. Не берут, наверное, цветы. Так что мы идем в Рида. Возьмем там. Я вообще хотела эту. Вы уже поняли. Хотела фикус. Потому что другие цветы, они какие-то. Вот сейчас там углядели. Видели там розы красивые. Не знаю. То ли я за ними ухаживать не умею. То ли что. Тут, кстати, дерево срубили. Это, по-моему, инжир был. Вы почему-то срубили. От него грязи, правда, было столько. Это я с шарфиком. Я люблю шарфики. Чтобы тепло было. Вот. Сейчас как раз дойду до дома. И немножко пойду с Чарли тоже погуляю. Он-то у меня тоже должен гулять. Так что вот такие у нас планы на сегодня. И дома как раз потом покажу вам. Кстати, арбуз куплю. Скажу, вкусный или не вкусный. И цветок. В общем, вот такой фикус я купила. Фикус Робусту. Сейчас пойду изучать, как за ним ухаживать. Мне, знаете, он напомнил березу. Я не знаю, почему. Вот. Мне понравился. Сейчас поставлю его в угол. Такой классный. Арбузик. Смотрите, какой красный. Не знаю, вкусный. Муж сказал, ты что сейчас покупаешь? Сейчас нет арбуза. Клубнику купила экологическую. Которая типа не эта. Без всяких химикатов. И она, видите, вся спела. Не знаю, должна быть вкуснее, чем обычная. Сливы. Мне очень сейчас нравится сливы. На сливы подсела вообще. А муж уже отдала. Ему вот эти нравятся. Слоенки с этим. С тыквенным вареньем. Они там еще. А, и Чарли купила. Машины нету. Ой, мне сейчас, когда я поразворачивала. Муж чуть не умер от смеха. Машины нету. Зато я купила ему для заднего сиденья вот такой вот. Ну, чтобы протекцион. Протектор. Для кресла. Для заднего сиденья. Видите? Для этих, как его назначается. Для ремней безопасности дырочки. Прикольный такой. А то у него там есть одеялко такое некрасивое. Эх, моя машина. Тут вот все на ремнях. В общем, прикольно. Мне понравилось. И такое оно мягкое на такт. Такое вот прям. Хоть сама ложись. Чарли. Чарли не знаю. Пока не оценил. Я ему там чучи купила его, как всегда. Йогурт купила. Себе вот такие печеньки взяла. Без сахара, без всего. Иногда, знаете, как хочется. К чаю орешки купила. Здесь всякие разные. У меня тут посуду надо мыть. Еще я взяла вот такой вот силиконовый коврик. Вот. Я думала, он нормальный. Но он мне большой. У меня уже есть такой один. Так что этот я просто возьму и отрежу по размеру. Потому что, знаете, на вот такую бумагу, блин, разорежься. Покупать, а это стоит 2 евро. И вот на нем классно вот и тесто делать. И вообще он такой классный. Сейчас отрежу просто по размеру. Я, в принципе, так и думала, если, говорю, будет большой, то разрежу. Вот. И все. Йогурт купила еще. И все, больше ничего. А фикус я поставлю. Сейчас вам покажу. Батарейка садится, если успею, конечно. А вот. Я сейчас прикрою тут. Вот в этот угол я сейчас поставлю. Сейчас уберу вот эти все. Это от всяких моих машинок. Я их спрячу. Я потому что их изучаю. И поставлю вот в этот угол. А летом мы открываем шторы, поэтому я его поставлю вот в этот угол. Вообще надо привинтить уже вот эту вот мне печку мою на место привинтить. И вот сюда кресло, конечно. Куда бы его, да? Не знаю. Или вот сюда фикус. Ну, куда-нибудь поставлю. Вот даже вот сюда. Вот тут хорошо будет стоять. Вот. Так. Будет у меня красиво. Так. Буду заряжать батарейку. Мы погуляли. На улице ужасно холодный ветер. Ужасно. Что же это за волос целый день меня бесит? Вот. Там я, блин, хоть знаете, думаю, шапку взять свою эту на уши. Теперь мы подрываем. Понятно, что творится. Так. Так. Так, так, так. Я что делаю? Я делаю запеканочку. Какую? В общем, у меня здесь одна небольшая луковица. Вот. Один небольшой кабачок, два яйца, зелень, фарш и полуотваренный круглый полстаканчика риса. Вот. Сейчас я все это посолю, поперчу. Добавлю каких-нибудь специй. Вот. И добавлю, и пошлю, пошлю его на небо за звездочкой. Нет. В духовку. В духовку минут на 40-180 грамм. Я уже так один раз делала. Вот такая вкусняцкая вещь получалась. Я вообще кабачок очень люблю. А еще и с фаршем. Это же сказка. А завтра же я на работе, как в этом, как в тюрьме. С утра и до вечера. Безвылосно. Я же завтра после обеда работаю. Так что у меня запеканочка в самый раз. Вот такая вкуснятина будет. Я-то думала, сегодня среда. А среда-то у нас вчера была. Думаю, сижу такая, иду такая, гуляю. Думаю, ой, мне завтра надо приготовить, чтобы какую-то еду, чтобы там и на работу везти. Думаю, вот я дурак. Я же завтра целый день. Ну, вообще, не работает ку-ку. Так, ладно, будем вмесить все это ручками, ручками, ручками. Получится объедение. Вот так все получилось. За 10 минут до готовности я еще сверху добавлю сыр. И будет вообще вкусняшка, привкусняшка. На завтра у меня. Иди, жарься, парься, моя дорогая. Поставим 40. Все. Так что у нас завтра у меня еда готова. Так что все, будем ждать. Кстати, торт там мой не получился. Это получилась какая-то масса непонятная. Вот такая. Мужу дала как десерт, знаете. Он его съел как десерт. Ему понравилось. Говорит, похоже на мороженое. Чтобы не выбрасывать, пускай кушает. Правда? Что-то грязно, что ли, я не пойму или нет. Вообще на вкус очень вкусно. Ну, конечно, для меня это все очень жирно. Поэтому я попробовала. Очень вкусно. Похоже на мороженое. Но я не знаю почему. Буду делать просто безешки. Безешки просто очень вкусные. Обалденные. Ну, плохой результат тоже. Отрицательный результат тоже результат. Так что будем знать, что торт из безе у меня не получается. Может быть, когда-то в далеком будущем я и повторю этот эксперимент. Но пока нет. По крайней мере, я знаю, что у меня безе получается вкусное. Я как-то лет 5 назад пробовала делать безе, а у меня не получилось. Видите, через 5 лет получилось. Всему свое время. Вот я отрезала. Идеальный коврик получился. Посмотрите, для выпекания. Вообще супер. Конечно, на этой стороне надо выпекать тепло. Но его мыть надо, он же новый. Где гладкая сторона. Вот это все остатки. Это я выброшу. А вот мой другой коврик. На нем очень хорошо тесто месить, я уже говорила. Он у меня будет целый. И классненько все. Все просто зашибись. Видите, его помыл. И все. И не надо с ним больше ничего делать. Не надо никакие дополнительная бумага. Для... Ну, вы поняли, в общем-то. Танька, помните, у меня покупала не мангу, а это папайя. Танька мне сказала, чтобы я семена высушила. Вот сушу, Танечки, семена. Чтобы она посадила, и у нее папайя выросла такая же вкусная. Блин, запеканка уже пахнет, представляете? Аромат любви манит грешным яблоком. У меня песни есть на каждое слово. Правда, я их знаю по 2-3 слова. Ну, то есть не все. Ну, ведь знаю. Завела себе чайку без кофеинового, тетеинового. Сейчас буду чай пить. Чаевничать! Ну, как же. Такие дела. Вот, что у меня получилось. А как это пахнет, вы просто не представляете. У меня слюни текут. Но это на завтра. Так что вот такой у меня день был суматошный. Будем с вами прощаться до завтра в полной темноте. Мой фикус будет расти и процветать. Я в этом уверена. Вы посмотрите, какой он красивый. И как подходит он в этом угле. Да? Красота! Ну, все, друзья. Давайте до завтра. Всем спокойной ночи или приятного дня. Или что вы там делаете. И всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.